С вами Николай Пивненко. В проекте Даты сегодня 24 октября. День ООН. Годовщина вступления в силу устава организации. В 1945 году это произошло. А в 71 году 20 века Ассамблея рекомендовала, чтобы все государства-члены отмечали его как государственный праздник. Также сегодня Всемирный день информации о развитии и Всемирный день борьбы с полиамилитом, а также День подразделений специального назначения вооруженных сил России. У родившихся 1632 год. В этот мир приходит Антони Ван Левенгук, голландский натуралист. Первым наблюдал мир микроскопических организмов, бактерий, движения крови в капиллярах, описал эритроциты, открыл сперматозоиды. В свои наблюдения и открытия вместе с рисунками он регулярно опубликовал в трудах Лондонского королевского общества и научных журналах, но тайну своих приборов так и не открыл. Созданные им линзы позволяли получать увеличение до 300 раз, но это не объясняло полностью методику проведения им тонких наблюдений. В 1882 году рождается Имри Кальман, венгерский композитор, автор оперет Сильва, принцесса цирка, фиалка Монмартра. В 1911 рождается Аркадий Райкин, народный артист СССР, вдохновитель и создатель театра миниатюр, который теперь носит его имя. Он также узнал славу при жизни и в большой стране, и далеко за ее пределами. Райкин – легенда своего времени. Миллионы людей смеялись и плакали, радовались и огорчались вместе с его героями. И часто говорили, мол, Райкин тут сказал следующее. Он был главным голосом. 1938 год. Рождается Венедикт Ерофеев, писатель, автор знаменитой поэмы в прозе «Москва петушки». И вот она, ирония судьбы. Первая официальная публикация поэмы в СССР состоялась самым неожиданным и вряд ли подходящим к ее содержанию месте в журнале «Трезвость и культура» за 1988-1989 годы. Динара Асанова рождается в 1942 году, кинорежиссер. Ключ без права передачи «Пацаны, не болит голова у дятла» этой ее работы. А в 1966 году Роман Абрамович – российский и израильский предприниматель. События этого дня. 1648 год. После трехлетних переговоров заключен Вестфальский мир, который положил конец 30-летней войне. Противниками в ней выступали католические и протестантские германские княжества. Первых поддерживали Испания, Австрия и Польша. Вторых – Франция, Швеция, Дания, Нидерланды, Великобритания и Россия. Это первый случай упоминания нашей страны в договоре между рядом европейских государств. Вестфальский мир помог сохранить независимость Нидерландам и Швейцарии, но сыграл роковую роль в судьбе Германии. Помимо того, что часть ее территория отошла к Швеции и Франции, в стране на долгое время воцарилась полуфеодальная раздробленность. 1745 год. Императрица Елизавета повелела завести в царские дворцы котов для ловли мышей. Уж очень она их боялась. 1911. С мыса Эванс отправилась в путь антарктической экспедиции англичанина Роберта Скотта в составе 12 человек с целью достичь Южного полюса Земли. Экспедицию постоянно преследовали неудачи. Моторные сани вскоре сломались. Сопровождавших экспедицию пони пришлось пристрелить, а собачьи упряжки отослать назад. Потом были вынуждены повернуть назад семеро членов экспедиции. Когда же в январе следующего года оставшаяся пятерка достигла цели путешествия, оказалось, что их опередил норвежец Руальд Амундсен. На обратном пути погодные условия стали еще хуже и никого не нашли. Пятиконечные звезды Кремля в 1935 году заменили огромных медных двуглавых орлов. Корпус звезд, выполненный из нержавеющей стали, был облицован медными золочеными листами и украшен с двух сторон серпом и молотом, которые, в свою очередь, составлены из настоящих уральских самоцветов. Первоначальная конструкция оказалась неудачной. Блестящие поверхности самоцветов быстро потемнели и потребовали переогранки. Поэтому в мае 1937 года, то есть к 20 годовщине Октябрьской социалистической революции, они были заменены звездами из рубинового стекла. Рубиновые на пяти башнях Кремля зажглись 2 ноября 1937 года. 1939 в одном из универмагов Вилмингтона в США, штат Деллаэр, впервые поступили в продажу нейлоновые чулки. Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день распродажи будет продано 5 миллионов пар этих чулков. Изобретенный Олсом Каратерсом, материал совершил прорыв в текстильной отрасли. По сравнению с шелковыми, они хорошо тянулись, не теряя формы, не сползали и не морщились. Облегая ногу, стойко переносили мороз и влагу. Спрос на нейлоновые чулки, а они были почти вдвое дороже шелковых, превзошел все ожидания. У прилавков магазинов ажиотаж доходил до настоящей истерики. 1969 год. Актер Ричард Бартон дарит актрисе Элизабет Тейлор бриллиантовое кольцо, стоимость которого всего лишь 1 миллион долларов. 2000 год. В Берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф самой Клеопатры. Царица собственноручно подписала приказ, начертав на папирусе по-гречески. Да будет так. Данная подпись египетской царицы вообще единственный автограф кого-либо из властителей Древнего Египта. Большинство из последних, как полагают некоторые египтологи, вовсе не умели писать. Ну и последнее. 1862 год. На севере Богемии рождается Даниэль Сваровский, основатель австрийской хрустальной империи. Область славилась стеклодулами и огранщиками стекла. Этим и занимался отец мальчика. Шлифовал мелкую бижутерию. 18 лет Даниэль поехал учиться в Париж. Там он обратил внимание, как стремительно растет мода на имитацию бриллиантов и загорелся идеей создать специальный станок для огранки и шлифовки стекла и хрустальных изделий. Так, в 1891 году появляется первый в мире электрический шлифовальный станок. Специальный. Изделия, выполненные на нем, выгодно отличаются от богемского стекла. Они напоминали настоящие бриллианты. На родину Даниэль не вернулся. В Австрии, в деревушке Ваттенс, он находит запрошенную фабрику, где в 1895 году начинает выпуск своих кристаллов. Фабрику Даниэля буквально заваливают заказами. В 1900 году он зарегистрировал бренд Сваровский, который быстро завоевал всемирную популярность. Его изделиями украшали наряды Мэрилин Монро и Марлен Дитрих. Коко Шанель вывела на подиум манекенщиц в украшениях из хрусталя. Кристиан Диор и Ивса Вларан стали декорировать им свои коллекции. Во время знаменитого выступления Мэрилин Монро с песенкой «Happy Birthday» на 45-летие Джона Кеннеди, не меньшее впечатление, чем исполнение песни, на публику произвело ее платье. Длинное, из прозрачной ткани, все расшитое камушками. В свете прожекторов казалось, что тело киноактрисы окружило бриллиантовое сияние. Но это были не бриллианты, а те самые стразы Сваровские. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».